доброго времени суток youtube уважаемые жители новоуральска сейчас по нашему городу проходит масса мероприятий культурно-развлекательных так скажем шарики надувают батуты ставят это еще все это в преддверии выборов 11 сентября у нас идут в думу масса достойных людей в кавычках даже я обязательно сниму видео расскажу о каждом из них если хватит времени и сил но тем не менее я знаю что сейчас новоуральск на подъеме люди поднимаются то есть как бы праздник празднуют то есть депутаты по своим округам устраивают различные интересные шоу мероприятия смех и радость окружают нас сегодня у меня на консультации была молодая семья мужчина и женщина у них ребенок девочки 14 лет лет так вот я должен сказать что господа депутаты соцработники кто угодно люди едят не каждый день медицины в городе нет это ужасно у меня нет слов рассказать о том что происходит на уральске на самом деле ужасно и макроэкономическая ситуация реально люди не доедают работы в городе нет зарплаты крайне низкие у нас все хорошо стране все замечательно 14 летняя девочка кушает не каждый день ее родители работают удаленно не в городе работал не в екатеринбурге мотаются каждый день туда 56 часов встают едут в екатеринбург работают мама папа девочка остается одна уходит в школу понятно приходит с бабушкой родители приезжают в город поздно вечером очень хорошие добрые приличные люди молодая семья электричество отключена за неуплату они работают вдвоем и не хватает на то чтобы заплатить коммуналку они молодые не пьющие здоровые мужчины и женщина и от 4 14 летняя девочка вот такая семья я уже как-то записывал видео о том что у нас на уральске творится чертичо город закрытый и это преступление закрытость зато вот этих городов наших в том числе на уральске это преступление против личности в нашем не бандитском государстве творится сущий бандитизм город на уральск надо открывать давно и если этого не сделать город окончательно захереет еще раз повторюсь и не устану об этом повторять работу в городе нет крайне ужасное положение экономическое у людей нет денег на что люди живут как питаются я не представляю медицины я повторюсь еще раз в городе нет нет возможности вылечить что-то более серьезное серьезное нежели там зубы я не знаю какие-то примитивные простые болезни про типа простуды даже зубы полечить нужны деньги причем не маленькие у людей денег нет город нищий наши депутаты улыбаются рассказывают нам как они хорошо как мы хорошо живем и как еще лучше будем жить когда они нами начнут руководить город откатов город преступлений молодежь уезжает кто может у кого хватает смелости денег и ума и это правильно город надо открывать иначе смерть и население сокращается остаются одни старики в городе молодежи нет город пустой вы делали на улицу днем вы никого не увидите старики сидят по домам молодежь молодежь пьет спивается материться полторашка пива две полторашки пива стоит секс в городе на уральском лишение ее девственности две полторашки пива девочки продаются за китайскую лапшу и две полторашки пива чтобы поесть депутата все прекрасно жить мы будем с каждым днем будем жить все лучше и лучше и лучше красота полнейшая но это даже не внешне все прекрасно понимают и те же депутаты прекрасно понимают что город умирает но делают при этом веселые мины занимаются пиаром ничего не делают для города по-настоящему город умирает народ люди едят не каждый день я не шучу это второе или третье мое видео в котором я эту фразу произношу что люди едят не каждый день причем молодые здоровые работоспособные люди спасибо нашему государству за нашу прекрасную жизнь если бы не сегодняшняя консультация с этой молодой семьей я наверное бы не записал этого видео но я то знаю что у этих молодых здоровых умных красивых людей не по их вине все очень плохо денег нет платить за коммуналку нечего времени 4 часа утра 28 минут ночь 0 8 0 9 2022 года вот такая у нас прекрасная ситуация в городе на уральске через несколько дней 11 сентября люди пойдут на выборы воодушевленные всеми теми обещаниями которые им дают на уральские депутаты верить из которых можно вот я ведь доверяю только двум людям идущих во власть вообще хорошие добрые люди не идут во власть не стремятся ко власти ну вот из этих там сколько то их более 20 депутатов предстоящего нам предстоящей нам думы можно доверять только двум не буду озвучивать я вне политики я не стараюсь не вмешиваться во все это я только вижу тех людей и то как они живут наших простых науральских людей без пиара без чего-либо люди просто живут пытаются заработать свою копеечку и это у них не очень хорошо получается по независимым от них обстоятельствам пожалуй на этом все благодарю за внимание и удачи вам и удачи вам и удачи вам и удачи вам